Ну что же, Александр Григорьевич Лукашенко решил запретить рост цен на территории всей Беларуси. Насколько это решение и как оно отразится на жителях этой страны, давайте сегодня попробуем порассуждать и понять, чем обернется подобная идея. Для начала мне бы хотелось отметить, что, конечно же, это, наверное, очень круто, знаете, иметь возможность, силу и власть для того, чтобы просто взять и сказать, да плевал я на ваши законы экономики, цены в моей стране расти больше не будут. Круто? Ну да, мужик настоящий. Только по факту это оборачивается исключительно тем, что в магазинах просто нечего будет купить уже в течение ближайших нескольких лет. Вряд ли граждане Беларуси смогут купить себе новый айфон, новый какой-нибудь ноутбук, потому что комплектующие в других странах, помимо Беларуси, разумеется, будут расти, потому что там есть здоровая экономика и такое понятие, как инфляция. Рост цен будет сопровождаться на комплектующие. В итоге тот товар, на который заморожена, законсервирована цена, он будет уже приходить с более дорогой отметкой стоимости. Поэтому, так как это запрещено, то это вроде как в Беларуси появляться не должно. Дальше. Для того, чтобы подобное устроить, необходимо полностью закрыть свою экономику и производить все самим. Потому что мы не можем что-то брать из-за рубежа, потому что там стоимость растет, а нам нужно держать фиксированную отметку. Хорошо, окей. Что же сможет сделать Беларусь в формате замены тех же мобильных телефонов, компьютерной техники? Скорее всего, ничего. То есть, Александр Григорьевич предлагает своим жителям просто вернуться в древний век, ну куда-нибудь там в разрез СССР, где даже не было никакого интернета, никакой сотовой телефонии, все проводами пользовались, да. И, ну вроде как, всем все хватало. Что было в Советском Союзе? В Советском Союзе абсолютно сложно было купить что-либо там мясо, масло, колбасу, хлеб и так далее. Да, все это разбиралось еще до того по низким ценам, пока грузовик, грубо говоря, добирается с завода до этого самого магазинного прилавка. Поэтому однозначный дефицит любых товаров, которые только можно себе представить. Второй момент, это полное отсутствие какого-либо разнообразия. У вас просто в магазине будет стоять кастрюля 1, кастрюля 2, сковородка 1, сковородка 3, 4, 5. Ничего нового не будет. Подобное решение может выглядеть очень круто, да, мощно, сколько власти. Но я бы очень рекомендовал людям, которые имеют возможность принимать подобные решения, обязательную проверку какой-нибудь госэкзамен по экономике. Потому что нельзя, абсолютно точно нельзя в современном времени, в наше время, которое мы живем, в век экономики, взять и просто поменять правила. А давайте-ка мы будем жить вот так. Вот подобный подход, он, конечно же, повторюсь, круто выглядит с точки зрения личности. Но десятилетиями за это приходится расплачиваться обычным людям. Как-то так, мое мнение такое.